каргас предлагаю глянуть предлагаю глянуть каргаса чё саглы я думаю саглы погнали каргас про стражей галактики игрок и игра года игра которая вернула веру видеоигры шедевр это идеальная игра 10 из 10 в этой игре прекрасно все кстати говоря справедливости ради люди которые пишут эти эти сообщения они наиграли больше 10 часов так что лучшая игра кота если оценивать 2021 по обзорам много уважаемых игровых журналистов современные геймеры живут самое лучшее время и все остальные времена нам завидуют за весь год мы получили практически настоящий resident evil настолько прекрасный что к нему даже решили не создавать обещанные дополнения а всего лишь 100 на все нормально продают саундтрек картинки скины и купон на магазин за скромные 800 гривен слава справедливости ради такое часто делать крупные проекты там волпэп и кстати не знаю кому это нужно типа я всегда удивлялся супер делюкс бандл dlc за 525 рублей такой бля что там будет ты заходишь такой может быть там хотя бы пару игровых предметов за эти смешные просто ничтожные деньги вы получите набор потрясающих саундтреков из игры в стиме даже не спутивай ты такой ну допустим набор потрясающих высоком разрешении волпэперс по игре там президент и балл ты такой артбук ты такой в цифровом виде специально для вас он будет доступен в папочке steam апппс в резидент и балл dlc и они такие и все совершенство больше удивляет каким образом миллионам геймерам продали инди подделку стоимостью полноценную а игру а потом это сделали дважды и на третье уже было вообще не смешно кстати я вот сейчас жду когда биомутант пофиксят вот а еще я жду релиза star citizen короче и потом вполне можно поиграть не смешно не поняли да и с каждым годом все сложнее отличить новую игру от ремастера это вообще какой-то патч ну хотя бы за бета-тест мое уважение по итогу в 2021 игрой года стала просто игра в marvel's guardians of the galaxy нет магазина внутри магазина а мы тут не причем а мы тут не причем нет почти живого мультиплеера то что мертва умереть не может нет платных скинов сезонного пропуска дополнений ускорители прогресса платной валюты и рекламы у этой игры тоже не было вот вообще непонятно почему square enix решили не рекламировать стражи галактики не единого предположения как ты мог меня обмануть это игра такая интересная ситуация с обзорами их нет и если раньше я пытался понять кому заплатили в этот раз задача сложнее кому не заплатили и к ним у меня целый список вопросов то у них левел дизайн животный или половина видео вообще посвящена глюки баги с глюков к бакс глюков в обзоре вышедшим до релиза большинство из которых исправили ну объективно же дерьмо куска в плане багов что происходит в самом верхнем интернете игровой журналистики можно понять только используя картошку и силу земли сначала у них игра претензии на трипл а а после она выглядит так как должна выглядеть а после она выглядит как фанатский мод для файнал фэнтези 15 наверное любая трипл а игра почему-то они советуют разработчикам добавлять способности по мере прохождения но что для вас какая-то шутка uncharted резко стал игрой рассчитанной на геймплей но тедок никогда себе не опускала до того чтобы наплевательски относиться геймплею чем я абсолютно согласен только в uncharted мы можем стрелять вроде все а в конце они радуются что игра провалилась ни хрена не жалко итог на метакритике ситуация еще интереснее ведь если за оценку не заплатили каждый журналист превращается в эстета у игры да 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 слишком много шуток 70 баллов не понравился сюжет 70 баллов я слишком тупой и не знаю что отвечать во время ульты 70 баллов игра слишком долго проходится 60 баллов за 20 часов услышал пару повторяющихся фраз 60 очков и только the last of ass 2 заслуживает честной и не проплаченной оценки опа соточка соточка да вот смотря на всю эту ситуацию я задался вели игра года the last of ass the last of s да в ней же реально можно даже стрелять в этой игре очень интересно смотреть было ликой целью продать эту игру чтобы прям каждый рубль был оправдан и главной проблемой стражи галактики все обзорщики считают геймплей 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 этот момент стражи галактики самая геймплей ныне эксклюзив где нас даже не заставляют прятаться в кустах я здесь сия неделю а точнее я буду здесь всю свою жизнь единственное чего не хватает это возможности кого-то заромансить даже в игре от telltale можно было соблазнить самку в чем я абсолютно эксперт ну что же мы будем делать тесной юрте конечно же играть в линэйч 2 у меня их много просто линейдж 2 линейдж 2 классический но я больше предпочитаю облегченный линейдж это иронично выглядит после такого спича о говне вставлять рекламу линейдж 2 даже на фоне на фоне спича это да вот если бы была просто реклама линяги проблем никаких но на фоне такого спича самая большая проблема конечно линяги современные она очень дорогая она всегда была очень дорогой игрой с точки зрения того чтобы в игре хоть что-то значили что-то могли на нормальном уровне а сейчас она стала еще дороже она очень очень дорогая игра в нее нужно очень много денег то есть тебе нужно тебе нужны деньги так вообще в любой игре так в любой игре ты всегда либо время либо деньги но в линяги стоимость игры слишком дорогая это как бы д.о. у б.о. например абсолютно просто для начала тебе нужно вкинуть примерно 20 кс и это просто начально просто вот прям самое начало это вообще на самом деле ни о чем абсолютно ни о чем но в линяги но в линяги это гораздо более большие деньги это очень дорогая игра она реально для богатых а учитывая что в нее играют чуваки которые вкладывают свои аккаунты миллионы рублей и это не шутка миллионы рублей забей ваще а пацаны pvp а вот сразу галактики сражения можно описать очень легко дота 2 в команде пять человек даже на пиратках вливают миллионы да даже на пират как дракс типичный акс выполняет роль то он кай провоцирует на себя врагов гамора просто джаггернаут большинстве миссий уходит по фармить лес 32 минута нахуй ты мне руку принесла где бф с гру там вообще не заморачивались и поменяли скин тренд протез извиняюсь за вопрос но какую бесплатную мимошку посоветуешь но прям бесплатную вот везде нужны деньги я могу сказать то что вот из последних которые я хвалил бы без шуток это lost ark там тоже есть донат но там минимальная яма особенно когда мы говорим про pvp она минимальнейший ее там вообще нет это не шутка а еще world of warcraft а world of warcraft платная окей так что могу посоветовать ее так что могу посоветовать еще бы я посоветовал вов world of warcraft но он по подписке платный вот поэтому не знаю что еще посоветовать эктора по енота по способности можно назвать гирокоптером но большинстве случаев это помой на и панта и только мы как настоящий лидер должны отдавать своим напарникам стратегические команды а на русском можно new world есть на русском да ой господи хуй new world lost ark я просто прочитал perfect world perfect world по-моему тоже же треш не и главная проблема квила это его урон возможности его резист крайне мало конечно же здесь есть возможность прокачки апгрейда используя редчайший перстак модели до таких уже не делают бац 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 ресурсов опыта хватает в избыток и улучшение не особо что-то меняют если конечно у вас не все ползунки сложности на максималочка и чем дальше мы пройдем тем интереснее будут враги вначале это в основном геометрические фигуры круг или сука он квадратный но под конец мы увидим инопланетянина с винтовкой гуманоида с винтовкой и даже будет бомж с дробовиком а вызов для геймера могут бросить настоящие боссы целых три но больше интерактива в мирных локациях и загадках к вот кстати говоря это огромная ошибка таких игр наподобие marvel которые они сделали прям как будто финал к 15 в них надо как можно больше раскидывать интересных существ сильных типа боссов или полу боссов с которыми игрок сталкивается или находит где-нибудь в уголке мира у тебя не только цель срубить какой-то лут но еще и получить новый экспириенс каким-то боссом они с рядовыми болванчиками каждая найденная вещь активирует особый диалог из которого мы узнаем что-то личное про каждого из персонажей танос например в этой вселенной заставлял улыбаться гамору во время убийств а подаренную куклу выкинул в печку чтобы она ничем не дорожила после чего наверное кинул в печку ее сестру потому что она тоже ей дорожила а любимым семейным развлечением была игра сдохни или умри как же выглядел сам танос реальность полна разочарований а для решения любой загадки или препятствия у каждого персонажа есть два способа взаимодействия с окружением при этом они могут отказаться сделать все сами или выдвинуть нам предъяву ракета ты пролезешь в эту дыру ты по-моему перепутал и это зависит от того насколько пройден сюжет и как вилл общался с командой всю игру ведь персонажи еще плохо знакомы но раскрывать их будет намного лучше чем фильмах всех кроме гаморы гамора в принципе любит две вещи кукол и бухло я вот от выпивки только лучше сражаюсь история грунта и ракеты описано более подробно ведь дерево для енота моя семья звездный лорд оказывается в детстве жил в подвале и когда ты подросток это прикольно но когда ты ребенок живущий в подвале ощущения немного другие не хочу учиться хочу бухать и в этот раз вместо планеты отцом квилла был король спартанцев кто-то будет помогите из бонусов щит неуязвимостей возможность париваться со всеми инопланетными формами женской жизни практически без последствий кроме осуждения от напарников но больше всего отличается характер если фильмах было четко понятно кто здесь главный я конечно конечно в игре у квилла появились яйца и он даже знает как их использовать поэтому может и сам себя объективно оценить я говно но я красив в этом на удивление лучше всего раскрыли дракса от этого мои чресла набухали теперь это высокоинтеллектуальный качок с максимально прокачанной шкалой харизмы и риторики он ведет за нас переговоры мне кстати говоря не очень нравится роли актер который исполняет роли его роли в фильмах что-то не знаю прям как-то что-то прям то ли в фильме так подают то ли еще батиста да наверное батиста соблазняет боссов ну без слез ты на тебя не взглянешь взял на себя роль убийцы таноса в разы сильнее чем а баристы фильмах и даже кадрит милф и в каждую сцену с ним вставляют сильнейшую скорбь о потере семьи но главное по мере сюжета он даже признает енота практически дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать более унижения которые испытал сегодня но всего этого недостаточно для игры года ведь геймеры уже давно ждали хотя бы в одной игре сюжет не картинки не список миссий и мы получили нечто большее чем сюжет задницу межгалактической императрицы блять вот это нетерпимо вначале история развивается медленно мы глубоко проникаем в карантинную зону чтобы подзаработать за что всех ловят космические менты вы арестованы на их корабле нас берет под стражу межгалактическая лоли хотите мою попу потрогать интересно сколько лет этой расе инопланетян двенадцатилетку и теперь нужно выплатить невероятно огромный раз стоимостью в целых 12 косма чебуреков ведь стражи галактики люди бомжи возможно мы бы нашли работу но енот буквально нам говорит мне нихуя для оплаты штрафов 12 чебуреков нужно ограбить сокровищницу самой могущественной женщины царь во дворца царь во дворца познакомиться с советской собакой экстрасенсом скучающей по родине и уничтожить религиозный курс с миллиардами сектантов поклоняющихся единственной лольке в галактике хули бога хули сложнее всего было отказаться от их предложения присоединиться неверный и абсолютно весь сюжет игра использует разные виды повествования сначала флэшбеки потом обычный сюжет в какой-то момент начинается день сурка и нас заставляют застрелить мать трижды под 50 записанных фраз с мольбами этого не делать сволочи а все началось с того что мы просто пнули обычный такой камешек бесконечности валяющийся на полу но больше всего в игре мелочей каждая комнатка детализирование чем весь скалов тюти диалоговая система реально на что-то влияет и от ответа зависит сколько контента вы получите пройдете миссию по стелсу для изучения локации или енот психонет и начнет шмалять во время переговоров ну прикольно же до анчарты 4 на хер тебе существует выбор диалога и в отличие от других игр где персонаж один команда стражи активно общаются и что-то комментируют каждую прекрасную секунду и это прекрасно к сожалению единственного мату в игре на свете круто когда персонажи общаются мне это наоборот нравится не хватает дольки языка я требую православную модификацию идеально и хоть игра с рейтингом 16 плюс намеки на кекс здесь повсюду достаточно просто выключить экран а вот так вставляй тебе требуется помощь петербург вместо голых баб есть кое-что лучше голый мужик можно в принципе не играть и наслаждаться прекрасной музыкой с авторскими правами я и ты грязные животные так что пусть творят разрад чтобы наши несмотря на потрясающую графику благодаря сотрудничеству с инвидия оптимизация мое уважение здесь даже отражение есть ёб твою мать красотища какая а сотрудничество дисней стражи галактики тоже кое-что получили отсылку на звездные войны отсылку на чуй кидающего зигу типичный дисней и еще несколько тысяч отсылок на что-то и к игре у меня ровно две претензии все в команде постоянно бьюзят квила используя его зубную щетку для удовлетворения своих мерзких утех побрил жопу как я люблю это голое тело и каждый раз когда я закрываю сраный холодильник какая-то ёбаная падла постоянно забывает его закрыть за собой в целом это все тем не менее благодаря не лучшей репутации прошлой игры по мстителям и бездействию игровых обзорщиков ситуацию стражи галактики самую малость не очень но я вижу великое будущее у этой игры как и у marvel's avengers в геймпассе спасибо в это тяжелое время для летсплея на самый бездуховный шутер за 3500 прошу от своего народа выслать 50 тысяч лайк короче надо поиграть будет надо поиграть жалко что жалко что не оценили потому что вот эти вот плюсы которых говорят что там куча диалогов интересно поданный геймплей в его разнообразие вот я все слышал уже единственное на что люди машнят на боевую систему говоря что она там слишком душно это но опять же над самому щупать может быть просто людям не заходит мне например зайдет так что так что да так что ребятки для вот в целом обзор то положительный